и снова здравствуйте продолжаем выбирать плитку я надеюсь что вы уже успели что-нибудь посмотреть в магазинах потрогать разные фактуры плитки и сравнить разных производителей поэтому сегодня мы с вами подробнее поговорим о том как сделать актуальный интерьер для ванной комнаты на каких производителей стоит обратить внимание и что я думаю по поводу сравнения российских и итальянских производителей сейчас мировые лидеры это итальянские и испанские фабрики производители керамической плитки пересмотрели свой ассортимент за последние пять лет действительно на сто процентов сейчас они соревнуются кто максимально точно максимально достоверно сымитирует природные поверхности то есть сейчас на первый план у нас выходят природные фактуры это мрамор это дерево это различные каменистые породы это сланец песчаник все что угодно фабрики действительно выискивают такие источники природного вдохновения они находят редкие породы мрамора и пытаются сымитировать их поверхность и вот это сейчас максимально ценно и вы понимаете что сейчас абсолютно поменялась цветовая палитра в оформлении в принципе интерьера то есть она стала более спокойная у нас остаются природные оттенки это бежевый серый молочный в качестве наверное контрастного акцента остаются только темный графитовый или даже черный и честно сказать вот два-три года назад у нас даже сложился некоторый дефицит цвета и дефицит интересных коллекций потому что все стали ним все производители сделали очень сильно похожие друг на друга коллекции и мы даже сами вот так на первый взгляд даже не с первого раза могли отличить кто есть кто ну потому что действительно уж очень сильно все ушли в природную тематику сейчас слава богу какие-то новые тенденции у нас появляется у нас снова возвращается цвет да он более спокойный он чаще всего на матовых фактурах но действительно появляются какие-то хотя бы цветовые пятна плюс в тренд входят такие очень крупноформатные панно которые имитируют обои и практически такая поверхность становится монолитной но об этом как-нибудь в другой раз поэтому сегодня давайте побольше поговорим как раз о фактурах и о том как в общем-то вам можно самостоятельно сделать очень актуальный интерьер если вы думаете что итальянская плитка итоговый бюджет на керамическую плитку с ней будет очень сильно отличаться от например российских производителей то это не совсем так на самом деле если вы рассматриваете вот подобного плана коллекции где очень много декоративных элементов вам нужно понимать что 50 процентов стоимости всей плитки чаще всего будут составлять как раз декоративные элементы и конечно вы уже поняли что сейчас это не самые там актуальные тренды с точки зрения интерьера но так или иначе если все-таки так хотите то вот таким образом где-то формируется общий бюджет то есть 50 процентов даже меньше может составлять фоновая плитка и 50 процентов декор и при использовании таких коллекций где нам очень важны именно декоративные элементы вам нужно понимать что итоговый бюджет он скорее всего распределиться следующим образом у вас 50 или даже более процентов уйдет именно на декоративные элементы потому что все подобного плана элементы они считаются поштучно и соответственно вы покупаете каждую плиточку отдельно цена который абсолютно может быть тут нету верхних планок она может составлять от 5000 рублей и до 50 тысяч рублей за штуку или за какую-то композицию и в данном плане когда мы хотим с оптимизировать каким-то образом бюджет я всегда за то чтобы вы например отдавали предпочтение хорошим итальянским производителям которые умеют делать качественную фактуру и в то же время вы всегда можете в принципе избавиться от некоторых декоративных элементов потому что есть помещение где стены получаются заставлены и практически нету такой большой просматриваемой плоскости где вам в принципе да вам нужны декоры поэтому вы обходитесь каким-нибудь достаточно эффектным сочетанием хорошие фактуры настенной плитки что-то вроде вот такого нейтрального да там элементы и например сочетаете с фактурой дерева это актуально это вне времени и это в любом случае сделает ваш интерьер очень таким уютным не знаю домашним и вам захочется действительно в нем жить но но у нас же всегда есть но при выборе материала вам нужно понимать что когда мы уже приходим к выбору именно фактуры плитки вот здесь нам очень важно работать с хорошими производителями которые как я и говорю умеют делать хорошую визуальную составляющую и фактуру плитки и вот здесь приходим к вопросу а действительно ли российская плиткой российские производители делают все то же самое только гораздо дешевле на мой взгляд нет дешевле это конечно получается по большей части только за счет логистики потому что все-таки плитка это материал который поставляется по весу он тяжелый и здесь конечно логистические затраты они большие и поэтому по большей части у вас там европейская плитка на выходит дороже чем российская но здесь есть за что платить к сожалению сейчас российские производители их очень много они популярны они имеют монобрендовые магазины в разных городах давайте я пожалуй перечислю этих производителей российских наиболее популярных это эталон эстима атлас конкорд именно российское направление также популярен уральский керамогранит и у них сейчас есть бренд на который кстати можно обратить внимание он называется идальга но все вот эти товарищи они идут по какому-то очень странному пути если прийти на семинары некоторых из них они начнут презентацию своих коллекций что мы очень рады сообщить о том чтобы успешно скопировали дизайн вот некоторых итальянских фабрик которые вот-вот там были представлены на выставке черсай развожу руки мне нечего честно говоря прокомментировать всегда вот таким вот заявлением потому что да у вас нету российского дизайна у вас нету своей какой-то фантазии к сожалению сейчас все коллекции выстраиваются только на том что как успешно мы копируем дизайн итальянских фабрик до вы успешно копируете их поверхностно но вы не прорабатываете фактуру потому что технология не то производство не то и пока что если делать это все также это неминуемо приводит к увеличению стоимости материала потому что если вы хотите сделать хорошее дерево оно может быть дешевым а это как раз и влияет на то если вы хотите сделать хорошую имитацию натурального материала а натуральный материал он какой он не повторяется в природе соответственно у вас каждая плиточка должна быть не похожа на соседнюю и вот здесь вот как раз российские китайские фабрики они очень сильно уступают итальянским и испанским здесь они вообще не стоят рядом то есть если вы хотите все-таки остановить свой выбор на этих производителей там не нужно смотреть ни дерево ни мрамор не вот такую вот поверхность где важна фактура потому что это будет не может быть в каких-то случаях неплохо смотреться на одной плитке но если выложить эту плитку в объеме на поверхности а очень сильно бросается в глаза и повторение фактур и фактура она это конечно очень сложно описать но она действительно проработана не вглубь материала у нее очень сильно ощущение вот этой печи фотопечати создается и в таких крупноформатных поверхностях как например сейчас самая актуальная фактура белого мрамора колоката вы ваш интерьер очень сильно проиграет вы сделаете заявку на трендовый интерьер красиво нарисуйте это на визуализации но вот с таким вот материалом на который вы действительно захотели сэкономить в принципе вся задумка ничем хорошим не закончится так что если вы все-таки рассматриваете этих производителей ничего не имею против как вы говорите по качеству да там по окребизне по там не знаю по степени взносу устойчивости термогранита там все хорошо плитка достойная с ней там ничего в общем то не сделаешь но с точки зрения фактуры выбирайте тогда какие-то нейтральные поверхности в общем то если покопаться там можно что-то найти они опять же неплохо копируют и другие итальянские фабрики но интерьер такой будет посредственно достаточно поэтому в данном случае вы абсолютно спокойно можете остаться в каком-то в том же разумном среднем бюджете но выбрать других итальянских или испанских фабрик у испанцев неплохие коллекции делать помеса халькон колоркер у итальянцев последнее время очень нравится фабрика дельконко действительно достойные коллекции с натуральными фактурами ну и конечно фавориты это лидеры итальянцев это фаб это роберт ковали это фабрика вали лунга это фабрика чир и их на самом деле еще очень много также можно сюда добавить и атлас конкорда итальянский и импронту это граните мираж их очень много их все не перечислишь так за раз и на самом деле уже тому же ищешь конкретную коллекцию под конкретную задачу проекта но так или иначе я хочу сказать что все эти фабрики делают очень достойную имитацию натуральных материалов то есть вам нужно понимать что если это дерево то она в рамках одного цвета одной тональности которую заказываете одной коробке она может иметь вот такую разницу по фактуру и как раз вот эта вся разница она то есть то что каждая плитка не похожа на будет на соседнюю это и создает вам ощущение очень хорошего природного материала подходите к выбору коллекции грамотно вам нужно понимать что если вы отдаете предпочтение натурального материалу то эти коллекции они будут цениться за то что каждая плитка она будет разной поэтому там и будет возможно разница по тональности разница по фактуре там разные прожилки они будут располагаться по-разному но в объеме это действительно будет смотреться очень красиво и такие интерьеры достаточно легко сделать самостоятельно достаточно выбрать понравившуюся вам фактуру мрамора кому-то нравятся белые оттенки да тогда сейчас мрамор в серо-белом рисунке колоката или это имитация мрамора бьянка карара он конечно в тренде уже последние два года я думаю что в ближайшие несколько лет вот такие моноколоры это интерьер total white да абсолютно белый он по-прежнему будет в тренде когда вы можете абсолютно все стены и пол в принципе делать одной и той же плиткой и за счет того что каждая плитка будет разная и у вас остается вот эта глубина и объем интерьера но они также достаточно успешно работают их других фактурах это будут разные оттенки и песочные молочные теплая цветовая гамма и сочетаете ее с хорошим деревом и вы получаете интерьер вне времени который не устареет и который скорее всего вам не надоест также сейчас очень хорошо смотрится сочетание таких графических узоров графических орнаментов в коллекциях плитки абсолютно там 90 процентах случаях есть родные варианты мозаики которая снова переживает некоторое такое возрождение потому что сейчас технологии позволяют ее делать разные формы это не только квадратные чипы это и круглая мозаика и мозаика разной формы разные размеры и разная фактура которая может быть с имитацией именно такого колотого материала и все это создает очень интересные акцентные стены то есть пожалуйста сочетание абсолютно двух фактур вам будет достаточно для любого помещения и этот интерьер смотрится гораздо более эффектно чем вы будете выбирать какие-то крупные декоративные панно если все-таки вам по-прежнему хочется добавить цвета цвет настроения синий отдавайте предпочтение моноколором достаточно яркую фактуру также можно найти у итальянца вот это например фабрика ирис хорошо смотрится в объеме она такая имитация как стеклянные поверхности или плитки с нанесением слюды не забывайте что самыми дорогими интерьерами по-прежнему будут являться классические интерьеры потому что здесь вы никак не обойдетесь без классической раскладки без несколько линий бордюров которые вам по-прежнему здесь понадобятся и разных видов фразитонов или вставок которые конечно это маст хэв все-таки классического интерьера ну и напоследок покажу вам что же будет если все-таки вы выбираете мрамор но не очень хорошего производителя в данном случае здесь будет на примере китайской фабрики я сделала несколько фотографий и отмечу вам как же в объеме неудачно смотрится плитка когда каждая плитка повторяет соседние и особенно это красноречиво на фактуре мрамора и еще по поводу раскладки не мудрите с раскладкой выбрали коллекцию она вам понравилась полистайте родной каталог уже в данном случае вы увидите примеры интерьеров которые рекомендуют производить и может быть вы удивитесь но интерьеры скорее всего будут достаточно монохромными и достаточно спокойными не нужно на одной стене совмещать и декор который мы все-таки он есть да еще и как раз на одной стене совмещать разные фактуры плитки нужно стремиться к понятной простоте и вот эта понятная простота она в принципе делает интерьер гораздо дороже по внешнему виду ну может быть конечно это мое субъективное мнение но мне кажется что такие интерьеры смотрятся гораздо более эффектно гораздо более дорого и они не устаревают современными ну и как обычно я призываю вас не бояться экспериментов если вы не рассматривали дерево для ванных комнат до этого рассмотрите его теперь обязательно смотрите плитку вживую на образцах перед покупкой листайте каталоги и совместными усилиями у нас обязательно получится очень красивый интерьер вашей ванной комнаты всем спасибо подписывайтесь жду ваших вопросов подкидывайте новые темы для видео